МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале ЖТСУ Время новостей. В студии прямого эфира Жбек Труганбекова. Судоперевод Марата Жумабекова. Сменился Аким Болхашского района. Сегодня аппарату его представил глава области Аманда Кбаталов. Нужно отметить, что послужной список нового руководителя довольно большой. Будучи уроженцем Болхашского района, трудовой путь он начинал в 1984 году, работая бухгалтером в селе Жиделя. Позднее занимал руководящие должности в селах Корой, Баканас и Ахдала. Постоянно повышая уровень квалификации и знания, Галам Тухпейсов окончил Казахскую академию государственного управления и Тараский государственный университет имени Дулати. По специальности экономист и юрист с 2007 года был Акимом Куксузского района. Позднее возглавлял управление земельных отношений Алматинской области. В 2014 году был вновь назначен Акимом Куксузского района. За этот период внес большой вклад в развитие свекловодства, что является одним из пунктов программы импортозамещения. Ранее занимавший должность Акима Болхашского района, Абисе Гали Жунисов освобожден по собственному желанию. Я хочу выразить благодарность за доверие. Постараюсь его оправдать. Все знания и опыт, накопленные за год работы, намерен направить на развитие и процветание этого региона. Спасибо за поддержку. Оценку работы даст народ. Потенциал у района большой. Перспективы развития широкие, особенно в сфере сельского хозяйства. Нужны инвестиции для его дальнейшего развития. Это первостепенная задача. Депутаты Мажлиса выезжают в массы. Из первоисточников узнают о проблемах и условиях работы, ведут прямой диалог с коллективами предприятия и учреждения. Избранные в этом году по спискам от Алматинской области Абдемана Бектурганов и Амангельда Дауренбеков встретились с сотрудниками городской больницы. Поинтересовались условиями труда, социальными вопросами. Затем они пообщались с представителями коллектива и воспитанниками детского сада Ахдидар. Он был открыт два с половиной года назад. Народные избранники обсудили с педагогами вопросы 12-летней программы обучения о трехязычном обучении, о патриотическом воспитании и реализации государственных программ. Сегодня при посещении детского сада воспитатели рассказали о настроении детей и воспитателей. Заведующие детских садов – это руководители, которые реализовывают и предусматривают всесторонние знания по программе развития образования 2016-2019. Дети в хорошем настроении. Я думаю, если воспитатель детского сада будет работать в хорошем настроении, и работа станет еще более плодотворной. Продолжаем выпуск. В Жаркенте открылась новая мечеть. Красивое архитектурное сооружение возвели известные предприниматели Панфиловского района. Чтобы она стала не только местом посещения прихожан, но и местной достопримечательностью в ее строительство вложено более 1 миллиона долларов США. На торжественной церемонии открытия присутствовали главные муфти Казахстана, заместители Акималматинской области и другие важные гости. Ровно сто лет назад на этом месте была мечеть. Маленькое обветшавшее здание давно нуждалось в реконструкции. Жители с просьбой помочь обратились к местным меценатам. Тогда, несколько лет назад, они провели капитальный ремонт здания. А чуть позже решили подарить городу новую большую мечеть. На это ушло около года. Здание просторное, вмещает около тысячи прихожан. С радостью отмечают местные верующие и гости торжества. Мы и раньше ходили в эту мечеть, но теперь она новая. И слава Аллаху, что есть такие люди, которые подумали о таких, как мы. Ведь мы живем в независимой стране. Хорошая политика у нашего президента. Мы должны жить в дружбе. И ислам желает сохранения мира на земле. Мы очень благодарны Кузиеву, Аксубаеву и Жапаргулу за эту прекрасную мечеть. Людям в эти на сегодня непростые времена, конечно, будет еще куда сходить и наедине побыть с собой, с Богом. Людям тоже будет лишняя отдушина. Все достойно, все красиво. Только будет это украшением города. Как отметили участники торжества по случаю открытия Дома Аллаха, теперь у жаркенцев появилась хорошая возможность встать на светлый путь, ведущий в мечеть. А это значит, что больше станет людей, придерживающихся духовной и телесной чистоты, сеющих добрые и светлые. Религия ислам стремится к миру и справедливости в государстве и в обществе и призывает к этому. Помимо религиозных дел, у нас должны быть подобные велики цели. Человек приближается к Аллаху добрыми поступками, а строительство мечети — это большое дело. В Коране говорится, человеку, построившему мечеть на земле, будет построен дом в раю. Поэтому я выражаю искреннюю благодарность предпринимателям, не пожалевшим сил и средств на строительство духовного центра. Как говорил наш президент, Казахстан — страна с преобладающим мусульманским населением. Ислам — это одна из духовных опор нашего народа. В Алматинской области на сегодня имеется 425 мечетей. В воспитании подрастающего поколения мечети имеют большую роль. Мечеть станет не только местом совершения молитв, но и местом объединения правоверных мусульман, центром помощи нуждающимся, местом воспитания молодежи, духи патриотизма и сохранения национальных традиций и обычаев, считают гости. При мечети будет работать в медресе и созданы все условия для проведения благих дел. В 1994 году стал вопрос, уйгурский театр строить или мечеть? Я отцу говорю, отец, зачем мечеть? Давай сначала уйгурский театр генеральную реконструкцию делаем, а потом мечеть. Отец мне сказал, санок, вот ты уйгурский театр ходишь, ты в перерывах был в коридоре, ты видел, сколько грязи, щемечки насолкали, везде сломано, везде. Почему? Потому что нет у людей духовности. Надо сначала людей воспитывать. Поэтому я предлагаю, сынок, тебе помочь построить мечеть, где мы будем этих людей воспитывать, а люди потом построят и театр. Мы так и сделаем. Многое можно рассказать о добрых делах семьи Кузиевых. Наряду со строительством школ, детских садов, они построили и отреставрировали больше десятка мечетей. На счету десятого младшего сына Закиржана Кузиева это уже вторая мечеть. Он один из лучших предпринимателей Казахстана, получивший награду Алтнсапа за лучшее производство качественной продукции. Как и все десять детей, он уделяет особое внимание благотворительности. Этому их научили родители Пермухамбет Хаже и Шарапат Хан Хаже. Гульназ Мустафа, Мауля Мисипеков, телеканал ЖТСУ, Панфиловский район. Капшигайцы проявляют нулевую нетерпимость даже к малейшим правонарушениям. Потому основной акцент они делают на профилактику и выявлении нарушений чистоты и порядка во всех районах города. Так, для поддержания закона и порядка проведено 17 мероприятий. В отношении нарушителей сразу оформляются протоколы. В результате чего в течение шести месяцев было взыскано в бюджет около 11,5 миллионов тенге. Эти и другие факты озвучили представители местной полиции. В основном ими пресекаются такие правонарушения, как хулиганство, курение и распитие спиртного в общественных местах, нарушение порядка и ряд других. С начала года было заполнено 3983 административных протокола. В связи со статьей 440 кодекса об административных правонарушениях было использовано 378 протоколов. В том числе штрафы на сумму 2 миллиона 200 тысяч 539 тенге. Использовано 519 тысяч 648 тенге. Суммы отправляются в казну государства. Сразу 108 молодых защитников отечества сегодня присягнули на верность родине и народу. Месяц назад их призвали из городов Урала, Ахтобея и Костанайской области для прохождения службы в Талдыкургане. Воинский ритуал начался с торжественного построения личного состава и выноса боевого знамени части под звуки национального гимна. На торжественном митинге с поздравлениями и напутственными словами выступили представители руководства региона, ветераны внутренних войск, а также родители молодых воинов. Гости мероприятия поздравили будущих защитников родины с важным днем в их жизни и призвали их преданно служить отчизне и народу, быть честными, мужественными и бдительными. С этого момента юноши становятся истинными защитниками отечества, находясь на страже правопорядка. После торжественного мероприятия молодые солдаты продемонстрировали своим родителям мастерство в исполнении строевой песни. Мы приехали с Кустанайской области Корабалыхского района. Наш сын сейчас находится на службе подразделения 55-14 внутренних войск. Вот сейчас принял присягу. Надеемся, что он с гордостью отслужит в вооруженных силах республики Казахстан и вернется домой. И еще и с тем выпуска «Вместе и навсегда». Накануне жители Талдыкургана Маргипа Турбаева и Ергали Алдабергенов сыграли бриллиантовую свадьбу. За 60 лет совместной жизни они вырастили 10 детей. В чем секрет большой любви долгой и счастливой жизни узнавала наша съемочная группа. «Вместе и навсегда». Еще 60 лет назад тогда еще молодой Ергали посвятил эту песню своей любимой и с тех пор исполняет ее ежегодно на день свадьбы. Познакомились и связали с судьбой узами брака Ергали Алдабергенов и Магриппа Турбаева в 1965 году в селе Капал. За наших детей и все домашнее хозяйство отвечала моя супруга никакой помощи извне не было. Я с раннего утра до поздней ночи был на работе даже не заметил как быстро пролетело время. Я благодарен судьбе за нашу встречу чувствую себя счастливым человеком. Для этого надобно немного трудиться иметь чистый разум и большое сердце. 10 детей вырастили и воспитали супруги все они оправдали ожидания своих родителей трудятся в различных сферах. В семье Алдабергеновых есть учителя строители инженеры и предприниматели. Старшим внуком чита Алдабергеновых гордится особо он доктор наук мать героиня Магриппа Апа носит знак Алтыналка с особым трепетом и гордостью. Мы оба не получили в свое время никаких знаний и очень хотели чтобы наши дети получили хорошее образование. Мы гордимся своими детьми. Сейчас они все работают, а мы присматриваем за внуками и правнуками. Мы стараемся чаще собираться и дарить радость нашим родителям. Мы всегда и везде в пример ставим своих родителей и очень хотим чтобы у них было крепкое здоровье а мы всегда будем рядом поддерживая нашу семью. В семье Алдабергеновых залогом дружной семьи долгой и счастливой жизни считают сплоченность уважение друг к другу и заботу по-ближнему. Музыкально-опознавательный вечер разных народов прошел в Талдыкургане. Уникальный проект «Талдыкурганские песенные вечера» запущен жительницей города Райхан-Сисекенова еще год назад. В нем могут принять участие люди разного возраста. Один раз в месяц желающие проявить себя с творческой стороны могут или просто попеть могут собраться в одном месте. По словам организаторов такой вечер дает возможность творческим людям общаться с друг другом знакомиться обмениваться опытом. Темы бывают разные но все они касаются песенного творчества. На этот раз гости вечера пели на разных языках и им аккомпанировал опытные музыканты города. Всем были предоставлены специальные подготовленные песенники уже с готовыми текстами народных песен. На такую интересную встречу люди приезжают из разных районов Аматинской области но всех объединяет одно любовь к искусству. Когда задается определенная тема и где поют песни это называется Толкурганские песенные вечера. Все сюда приходящие мы же все представители разных этносов почему бы нам не запеть на тех языках допустим которые вот населяют наш Казахстан. Нам здесь комфортно нам хорошо это комфортно не только вот именно в этом зале а комфортно вообще. В этом скромном зале музыкальные вечера стали для нас необходимостью. Это единственное место куда можно прийти и забыть о всех проблемах. Песня на своих крыльях поднимает так высоко отсюда мы уходим с такой положительной энергией что мы просто-напросто с нетерпением ждем когда будет следующий музыкальный вечер. Человек в жизнь приходит песней и уходит с песней а когда в жизни человеку сопровождает песня то человек не живет а поет а это так прекрасно. В поддержку казахстанских олимпийцев по стране пробегом идет мотоколонна. Сегодня патриотичных байкеров встретили жители Талдыкургана. Участники акции считают необходимым еще раз напомнить о важности олимпийских игр и вдохновить героев спорта на новые спортивные победы. Это не первая акция с участием байкеров посвященная мировым спортивным мероприятиям. Ранее они совершили путешествия по странам Центральной Азии в поддержку участников азиатских игр прошедших в Алматы и Астане. На этот раз мотоциклы байкеров украшены символикой Казахстана Лондонской Олимпиады и плакатами с изображением казахстанских призеров 30-х Олимпийских игр. Байкеры надеются, что тем самым вдохновят спортсменов, получивших заветную путевку в Рио. А тем олимпийцам, над которыми в последнее время спустились тучи, их поддержка поможет не упасть духом. Нам очень нравится такое начинание. Я хотел бы пожелать таким акциям только с зеленой дороги, чтобы у них все в этой акции прошло очень хорошо, хорошего финиша им. А нашим спортсменам это действительно мы за вас за всех болеем, мы переживаем за то, чтобы у вас все сложилось очень хорошо, ждем вас всех с победой. Главным же достоянием мотопробега стал Олимпийский флаг, у которого важная миссия. Он исполнит роль Олимпийского огня. Байкеры будут ехать из города в город и на каждой остановке флаг будет пополняться подписями знаменитых спортсменов, чемпионов, заслуженных тренеров. Этот флаг по окончании мы передадим нашему президенту установившему. Уже принято решение, что этот подписанный флаг уйдет в историю и найдет место в музее первого президента страны. В этом музее уже есть две реликвии. Это мотоцикл известного байкера Петрухина, на котором он совершил первую из четырех кругосветок с казахстанским флагом и стяг, посвященный 550-летию казахского ханства. Также с подписями жителей городов Казахстана. В прошлом году его привезли с такого же пробега. Чтобы поддержать олимпийцев в 31-х летних игр байкеры планируют объехать 16 казахстанских городов. Лилия Штогрина, Ержан Лусенов, телеканал ЖТСУ. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин